Тебе здесь нравится? Я предпочел бы местечко потемнее. Да, потемнее. Мне импонирует твоя романтичность. И я люблю полумрак, нечеткость. Тогда облик самого обычного, сидящего напротив мужчины, меняется. Он становится необыкновенным. Видишь ли, я бы выбрал местечко потемнее, чтобы сбросить эту собачью удавку, называемую галстуком. Ну что за странное стремление все портить? У меня. Да, у тебя. Но ведь ты это не специально делаешь. Ну да. Это твоя оборонительная реакция. Ну попробуй хотя бы раз ослабить оборону. А зачем ты держишь мою руку? Можешь сказать? Это знак моего чувства. Тебе не нравится? Хочешь, держи. Только отпустишь, когда нам принесут еду. А ты рядом со мной. Отлично устроились. Лиза! Извините меня. Ну куда же ты запропастилась так надолго? Не даешь о себе знать. Рада вас видеть. Очень рада. Интересный у тебя знакомый. Могу я присесть на минутку? Я бы этого не хотела. Разрешаешь. Для начала я хотела бы познакомиться. Меня зовут Рината. Знаешь, Лиза, Виторио несет какую-то чушь. Он уверяет, что ты осталась жить в деревне среди кур и свиней. Верно это? Да, все так и есть. Подумать только. А не он ли взял тебя на такую работу? Именно он. Ну тогда все очень легко объясняется. Такому хозяину не трудно подыскивать себе работниц. У него столько достоинств. Широкие плечи, мужское загорелое лицо, волевой подбородок, проницательный взгляд. Продолжайте. Симпатичный мужчина. А скажите, нет ли на вашей ферме местечка и для меня? Я бы очень старалась. У меня столько скрытых достоинств. Вы могли бы их обнажить? Не строю из тебя идиотку, Рината. Ага, раз девушка обижается, то тут что-то не так. Самое простое предположить любовную интрижку. А может быть что-нибудь серьезнее? Да, ты не представляешь себе, как это серьезно для меня. Даже так? Но тогда ты напрасно бьешь во все колокола. Мужчины предпочитают развлекаться, не касаясь наших проблем. Разная там психология попросту отпугивает их, им становится скучно. Впрочем, ты никогда не понимала, как нужно себя вести с мужчинами. Можно ли принимать их ухаживание так трезво и всерьез. В отношениях между мужчиной и женщиной всегда нечто непредсказуемое, авантюрное. Мне придется их поторопить. Пусть принесут хотя бы закуску. Вы разговариваете дальше, как подружки. Дура набитая. Дура набитая. Ну, хватит, Лиза, это уже слишком. Эта ведьма клеилась к моему мужчине. Нет, это он ко мне клеился. Он? Послушай, ты клеился к моей девушке? Нет, но если хочешь, ты клеюсь к тебе. Ну, давай, защищайся. Подожди, я сам.